Всем привет! Меня часто спрашивают, какой будет курс доллара-гривны в ближайшее время. Я хотел бы начать и рассказать вам, что такое инфляция. Инфляция это прежде всего обесценивание денег. И начала она бурно развиваться в 1971 году, когда Соединенные Штаты сделали разделение между долларом и золотом. Раньше это привязывалось друг к другу, сейчас деньги не привязаны к золоту, к запасу страны. Поэтому в 1970 году, если вы хотели купить товар на 1000 долларов, то сейчас этот же товар вы можете купить за 6500 долларов. То есть инфляция за это время увеличилась на 550%. Друзья, мы видим, что в ближайшее время в кризисе самый ценный товар это будут деньги. Это не имущество и не активы. Но я вам гарантирую, что после того, когда кризис закончится, то самый ценный товар это будет бизнес, который вы можете начать. Это будет имущество, это был актив, это будет ресторан или же маленькое предприятие, которое приносит доход. Почему это связано? Потому что страны на сегодня запускают печатные станки. В ближайшее время Америка хочет напечатать больше 2 триллионов долларов. Поэтому на самом деле, если все страны одновременно начнут печатать деньги в пропорции, то вы не видите разницу между тем, между курсом доллар, евро и гривна. Но на самом деле деньги потеряют свою ценность. Они будут подвластны инфляции и их покупательская способность будет уменьшаться. И в конце я хочу подвести итог. Предлагаю вам думать не о том, какой будет курс доллар, евро, гривна, а думать о начале своего бизнеса. Что можно создать какую-то ценность, которая будет иметь постоянный доход. Потому что в любом случае деньги будут обесцениваться. Продолжение следует...